Применение грибков ТЭК ЮНИСИЛ УЛЬТРА 291 UL и 292 UL для ремонта прямых проколов грузовых бескамерных покрышек методом холодной вулканизации. Перед вами материалы и инструменты, которые мы будем использовать в процессе ремонта. Атомайзер, чистящая жидкость, концентрат ТЭК-ЧЕК. Клей, герметик бескамерного слоя, защитные очки. Восковой мел, скребок, раскатка, спиральное шило, плоскогубцы, бокорезы, гибкий нож с заостренным лезвием. Абразивная полусфера с зернистостью 230, проволочная щетка. Низкооборотная дрель до 4000 оборотов в минуту с быстроразъемным патроном. Низкооборотная дрель до 500 оборотов в минуту с высоким крутящим моментом и дрелевым зажимом. Набор корбидных росточек для обработки проколов. Вакуумный пылесос. Грибок ТЭК для ремонта грузовых шин, артикул 291 UL. Ножки грибка ТЭК для ремонта грузовых шин. Определяем место повреждения и отмечаем его маркировочным мелком с внешней и с стороны. Удаляем предмет, вызвавший повреждения. С помощью спирального шила определяем угол повреждения и диаметр прокола. Если угол превышает 35 градусов, то необходимо использовать двойной метод с помощью ножки грибка и заплаты, так как на установленный грибок будет действовать сила, отрывающая шляпку грибка от ножки. В нашем случае угла нет, а в повреждение свободно входит основная часть спирального шила. Это означает, что повреждение имеет диаметр около 10 мм, поэтому мы будем использовать карбидную фрезу 271 и грибок 291 UL. Наносим обезжиривающую жидкость Rubomatic с помощью атомайзера. Атомайзер позволяет равномерно распылить чистящую жидкость на область ремонта и повреждения изнутри покрышки. С помощью скребка очищаем всю поверхность повреждения. Повторяем эту операцию три раза, чтобы гарантировать полное удаление грязи и смазки. Размечаем маркировочным мелком место для установки грибка вокруг обработанной поверхности. Также убеждаемся в чистоте области вокруг повреждения. Можно использовать чистую ткань, не содержащую ворс, чтобы не было пыли. Важно! Поверхность должна быть чистой. Это предотвратит загрязнение шлифовального шейма во время механической обработки. Выбираем карбидную фрезу 271 диаметром 10 мм, которая идеально калибрует наш прокол для установки ножки грибка 291UL. Карбидная фреза снабжена специальным адаптером для установки на низкооборотную пневмодрель с высоким крутящим моментом. Обязательно используйте при работе защитные очки. Начинаем обработку прокола с внутренней стороны шины. Наша дрель оборудована реверсом, а скорость вращения составляет 500 оборотов в минуту. Используем вращение дрели по часовой стрелке и следуем углу повреждения. Повторяем эту процедуру как минимум 3 раза. Важно! Нельзя использовать дрель со скоростью вращения больше 1200 оборотов в минуту. Это может значительно увеличить место повреждения. Повторяем процедуру и с внешней стороны шины, чтобы обеспечить качественную предварительную обработку повреждения. После обработки поврежденной области подбираем подходящий грибок. Мы используем грибок 291UL, так как обработанное повреждение в этой покрышке имеет диаметр 10 мм. Совмещаем центр грибка с центром повреждения и обводим его с помощью маркировочного мелка на расстоянии примерно 15 мм от краев. Очищаем пылесосом с внешней и внутренней стороны область повреждения. Дальше следует механическая обработка. Она необходима для удаления внутреннего бутилового слоя шины. Используя шлифовальную полусферу с зернистостью 230 и низкооборотную дрель, обрабатываем отмеченную область. При этом двигаемся справа налево и сверху вниз. Скорость вращения дрели выставляем не более 4000 оборотов в минуту. Дальнейшую обработку камеры проводим с помощью мягкой проволочной щетки. Скорость вращения дрели при обработке щеткой выставляем такую же – 4000 оборотов в минуту. Движение аналогичное – справа налево. Механическая обработка гарантирует качественную очистку места повреждения, создавая необходимую структуру поверхности для установки грибка. Очищаем пылесосом обработанную область для удаления металлической стружки и резиновой пыли. Важно! Не используем струю воздуха от компрессора. В ней может содержаться вода и масло, которые загрязнят обработанную поверхность шины. Для активации процесса химической вулканизации мы можем выбрать из двух вулканизационных жидкостей ТЭК. Либо 760 – фаз-драй-цемент – прозрачная жидкость с небольшим временем для просушки. Либо 775 – хэви-дьюти цемент – более густая жидкость голубого цвета с длительным временем просушки и более сильным напитыванием места ремонта. Мы выбрали вулканизационную жидкость ТЭК 775. Наносим вулканизационную жидкость на спиральное шило и вставляем его вместо повреждения снаружи. Жидкость должна попасть внутрь прокола по всей его длине, поэтому поворачиваем спиральное шило по часовой стрелке. Повторяем эту процедуру от 3 до 5 раз. Оставляем шило в проколе во избежание высыхания жидкости до момента установки ножки грибка. Наносим вулканизационную жидкость на обработанную поверхность внутри шины. Даем клею примерно 8-10 минут для высыхания. Если вы работаете в помещении с высокой влажностью или низкой температурой, необходимо увеличить время высыхания. Удаляем синюю защитную пленку с ножки грибка. Частично снимаем синюю защитную пленку со шляпки и освобождаем серый слой резины. Это позволит брать шляпку грибка, не касаясь руками серого слой резины, а также предотвратит преждевременное приклеивание шляпки грибка. Наносим немного вулканизационной жидкости на черную конусную часть ножки грибка. Держим грибок горизонтально, чтобы клей не стекал на шляпку. Удаляем спиральное шило и вставляем грибок в повреждение с внутренней стороны шины. Стрелки на шляпке грибка показывают правильное направление при установке. Они должны быть направлены к ободу покрышки. Когда ножка грибка выйдет из прокола, зажимаем плоскогубцами металлический держатель ножки грибка с внешней стороны покрышки и вытягиваем ножку до полной установки грибка. Нажимаем на шляпку грибка большим пальцем, прижимая ее к шине. Удаляем синюю защитную пленку окончательно. Затем раскаткой тщательно прикатываем шляпку грибка в двух направлениях от центра к краям. Таким образом мы удаляем пузырьки воздуха, которые могли образоваться между шляпкой грибка и поверхностью камеры. Удаляем прозрачную пленку окончательно и прикатываем раскаткой края шляпки грибка. При ремонте бескамерной покрышки наносим герметик по периметру шляпки грибка и на оставшуюся обработанную поверхность. В короткое время герметик высохнет и станет черным. Он восстановит бескамерный слой внутри шины. С внешней стороны шины при помощи острого ножа отрезаем выступающую часть ножки грибка на 3 мм выше поверхности шины. Автомобильная шина готова к эксплуатации. Субтитры создавал DimaTorzok